Дота 2 В четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Испорт Бэцком. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испорт Бэцком. Живой азарт и холодный расчет. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами наконец опять Каспер и God Hunt. И опять Starluder TV. И мы продолжаем смотреть квалификации на такой чудесный турнир, как The International. Верно? Да, неплохой турнирчик, я слышал, который набирает обороты с каждой минуты или секунды. Я даже не знаю, как точнее сказать. Потому что действительно каждый день призовой фонд грейдится на огромное количество денег просто. Ну и у нас одни из фаворитов квалификации. Это Минески против RRQ. RRQ, да. Ну вот собственно Минески имеют 12 очков, счет 4-3. Для них это как раз та самая игра, которая необходима для того, чтобы сравняться с MidTrust. Ну а RRQ 3-4. Они пока немножко отстают, но тем не менее выглядят вроде весьма и весьма неплохо, скажем так. Ну да, RRQ я считаю, что немного послабее все же Минески, потому что Минески вчера показывали такой уровень игры, и по-моему они проиграли Arrow, но там опять же битва была не на жизнь, а на смерть. Посмотрим, что смогут показать тут. Я думаю, что минут 30. Вот такое это значит, да? Ну, я реалист, скажем так. Ну давай, давай, реалист. Ну, блин, ну действительно сильнее, я не знаю, если кто-то болеет за ребят из RRQ, ну бросьте в меня камень, я не знаю. Ну, не знаю, вроде бы знаменитых каких-то никнеймов и у Минески нету, и у RRQ не особо-то и видно. Тем не менее, да, Минески показывают пока чуть более уверенные результаты, хотя я бы не сказал, что они, ну, суперкруты, судя по их игре. Да нет, они не суперкруты, никто не говорит, что они намного в разы круче, но игра мне их нравится гораздо больше. Агрессивный такой стиль, здорово играют. Вот опять тренд протектора Viper появляется у Минески, RRQ забирают себе Дазла и Никс Ассасина, в бане находится Инвокер, Бэтрайдер, Тайтхантер от RRQ. Минески же избавились от Дума, Кентавра, Ликантропа и Морфенга. Таких толстых героев истребляют, я бы сказал. Не знаю, почему, может, не любят воевать с большим количеством ХП? Может и не любят. Кто его знает-то? Ну, я вот тоже, наверное, не любил, на самом деле. Чего хорошего воевать с большим количеством ХП? Плюсов никаких, минусы налицо. Прям вот налицо? Результат налицо, как говорится. Ну да, что-то можно еще добавить. У нас прекратили пылесосить наконец-то, кстати. Мы неимоверно счастливы. Наконец-то прекратили пылесосить. Не прошло-то и полгода. Всего-то. Ну, любим мы чистоту в арене, понимаете? Все мы тут прям такие... Ух! Чистюли. Чистюли, да? Особенно, когда спим на полу. Ладно, минус шадл демон четвертым баном. Ну и третий пик от RRQ. Есть саппорт. Непонятно, куда отправится Никс. Мы видели медловых Никсов. Мы видели их оффлей. Мы видели их в качестве саппортов. Поэтому гадать, куда пойдет герой, трудно. При том, что стоять ему, судя по всему, против Вайпера. И я бы Никс оттуда, на самом деле, не отправлял. Ну, не знаю. Не внушает мне доверие Никс на медле против Вайпера. Ну да, он не особо качественно выглядит. Вот SF в мид против Вайпера, видимо, выглядит чуть более качественно. Вот SF уже интереснее, да. Но опять же, если его не загнобят, опять вчерашняя наша с тобой игра, когда забрали курьера на первой минуте, и SF начинает проваливаться просто в миссину. Потому что сделать он ничего не может. Без батла обузить не получится. А против Вайпера тоже очень трудно стоять. Он будет подхорашивать нон-стоп, и отхилл там нужен будет постоянный. Чумачечий. Чумачечий отхилл. Брюмастер. А вот, кстати, брюмастер здесь может отправиться в мид. И стоять он против SF будет очень даже хорошо через пивасик, потому что миссы и так далее. Все это благоприятно, так сказать, сказывается на стоянии медле против SF. Благоприятно. Ну правильно, ты кинул, и SF плохо. А тебе хорошо. По-моему, все четко и ровно. Так, ну вот я сейчас смотрю этот Earth Shaker. Earth Shaker! Ну и получается, Никс Ассасин здесь в качестве оффлейна вырисовывается. Да, скорее всего, это будет именно так. Dazzle Shaker вроде все неплохо. Ну такой неплохой проказ, на самом деле, получается. Профессура, Impale, Monobird, там, Койл какой-то. То есть быстро можно забирать какую-нибудь дальную цель. У Минески пока просто ребята, которые неплохо воюют. Да, Вайпер такой неприятный чувак. Брюмастер тоже со своими клэпами. А что если сейчас Shadow Finda отправить в Изи Лейн, Никса отправить в Мик и взять Darkseer Noob Lane? Нет, вообще фу. В смысле? Просто фу. Shaker, SF, Dazzle и Никс. Погоди, погоди. Dazzle и Никс. И как ты будешь смотреть в глаза обоссанному Никсу потом, через 10 минут? Ну... Который выйдет тебе с тапком... Нормально буду смотреть. ...и с четырьмя смертями. Какого хрена это тебя обоссали? Ну да-да-да. Вот потом такие, как ты, сидят там в папчиках. Ты на Урсе против Триплы не нафармил ничего? Денарь грёбаный. Я просто вчера буквально столкнулся с такой ситуацией. Причём, слава богу, не я был в роли Урсы. Но на Урсу гнали просто бешено. Когда она стояла против там какой-то лютой Триплы. И всё. И вот она стоит под вышкой, знаешь, такая... Там лапу сосёт, как настоящий медведь. Ну против Триплы можно и не только лапу. Вот именно. То есть, а я вроде как стою себе в миде. И понимаю, что от меня-то ничего не зависит. Ну ещё и Патма у нас нарисовалась. Вот так вот. А куда Патма? Мейн керри? Патма может быть... Либо фармит Патма, либо фармит СФ. Лёгкая. И, собственно, второй герой находится в миде. Не, Патму в мид не отправят. Я думаю, против Вайпера, скорее всего, будет стоять СФ. Патма будет мейн керри. Ну как по мне, то наоборот. Против Вайпера Патма будет чуть получше стоять. Она всё-таки уйти-то может. СФ, если встрянет, то встрянет. А Патма, если встрянет, то влипнется. Ну, сейчас посмотрим. Да, сейчас посмотрим, действительно. Тут всё очень интересно. Ну и ласт пик от команды Минески. А кто должен появиться? Оффлейнер? Или Вайпер пойдёт на оффлейн? Или это фармящий Вайпер? Потому что мы видели и Вайпера на оффлейне. Бэй, Адмирал Бульдог. Не, ну это же Адмирал Бульдог. Это вообще не считается. Ни человек, ни герой. Да-да-да, не контрится. Он просто не контрится. Это Темпларка в мид. Нет, я нифига не понимаю. Ну, значит, это Адмирал Бульдог всё-таки. Судя по всему. Или это Вайпер в лёгкой и Брюмастер с пацанами в сложной. Кстати, агрессивная трипла могла бы быть. Ну да, посмотрим. Посмотрим сейчас, к чему приведёт эта агрессивная трипла. О, нанотехнологии пошли. Ой. Я тут прям абузю, абузю. Твитерок-твитерочек? Твитерок-твитерочек. А ну, сейчас посмотрим на прогресс. Твитерок-твитерочек. Пять-то фолловеров подобузил. Ого. Нихрена себе. Отпишитесь назад, чё вы его так форсите. Так, спрашиваю. Добавлен в импел команды Zephyr. Зачем? Где его добавили, мне интересно. В магазине что, реально добавили в импел команды Zephyr? Ну, я не знаю. Типа, некоторые-то люди, они... Знаете, как некоторые девушки встречаются с молодыми человеками. 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 Это потому, что у них синдром материнства, и им их жалко. Вот с Zephyr примерно в импел то же самое. Типа, ну а чё? Три вымпела на планете, огромный шанс получить что-то. Да, реально, ты посмотри. Тим, Пинан, Zephyr. Я же говорю, типа... О, так ещё и Cloud9 появилось. Так много появилось новых, лол? Ну как, много. Добавили Cloud9, да, и... Ещё бандал альянсовский есть, ничего себе. Да, Альянс, Cloud9, Zephyr. Они, походу, сейчас будут просто добавлять все подряд возможные вымпелы. Ну, неплохо. Правда, с результатами Zephyr это... Да, вымпел им вряд ли поможет, скажем так. Ну что ж, давайте посмотрим. X1 у команды RRQ стоит на миде, на SF, Гиена на Earthshaker. И, кстати, вот сейчас вы увидите опять этот ЕГ-шный сет на Шейкера с изменённой фиссурой, эхо-слэмом, тотемом и прочими вещами. Бубу на Dazzle. Куала на Patme в лёгкой. И, да, Nyx в сложной нафаре. Этот самый Nyx. Дальше. Команды Минески. OWA, Рубик, G со знаком вопроса. Типа, G? Гул. Ну, наверное, да. Trend Protector. ISXC на Viper'е. В миде будет стоять J. И на Templar'ке, да. И Джесси ваш. Наш Джесси будет на бремастере в сложной. Причём он там в соло стоит. В сложной. В соло. Ну, нормально. На бремастере. Я бы хотел какую-нибудь анимацию в Dota, чтобы вели, когда победу там, если какой-нибудь герой берёт, срывает этот флаг или пинант чужой команды. Ну, круто же было бы согласись. Да, да, да. Чтобы на троне висел, типа, флаг. И когда разрушу, это ну, так вот, вид. О, Соларер, там хрчило просто. Окей. Все бы хотели. Никто, распокойтесь. Все бы так хотели. Так, ну всё, пошли у нас крипочки. Тут уже бремастер на хосте. Вот такая фиссурочка видоизмененная. Уже получал на полстолба. Стрела. Бремастер бежит. Бремастер убегает. Бремастер подбегает. Бремастер убегает. Он увёл за собой крипочков, получит сейчас опыта. Много, кстати, опыта, как для бремастеров сложной. Ну, а Куала будет стоять фармить крипочков подушкой. Причём, как мы видим, бить крипов по таврам этот товарищ вроде умеет. Ну, я слышал, те, кто квалифицируется на Интернешнл. Не все команды, но большинство всё-таки что-то могут. Умеют давать потычки крипу перед тем, как его добить, да? Это... Блин, чувак, полдота на этом основана. Ты смотри, 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 вот поймали Никса. Ну, Никс, скорее всего. Никс качает карапасы. Ну, толку с этих карапасов вообще минус гарантированный. И это фёрст. Блад, причём для Вайпера. Вайпер так же примерно. Я да просто своего втянул. Да-да-да. Пишет, хватит играть в Хардстолл в прямом эфире. Я не играл. Ребята, он честно не играл. Я-то за ним слежу. Мне сказали пару, кому выбить, когда он в Хардстолл заходит. Я тоже. Картер Шуллер. Так, ну, брюмастеру тут нормально наваливают. Хотя фисурка была не самая лучшая. Но, возможно, лучше и нельзя было сделать эту самую фисурку. Кто его знает. Тикс. И тут у нас что? Сэфшки с ботлом. У Сэфшки всё очень плохо. У него два крипа. У Эмпларки уже 9 на 4. Нет, ну у Сэфа вначале всегда всё плохо. У Сэфа сейчас вообще всё будет плохо. Да, ему сейчас реально какие-то два залетело бы. Спасивки имеют, да? Ещё бы чуть-чуть, и эти два крипа были бы не самым плохим. Что у него есть на мидле. Да, уж это точно так. У нас Трэнд Протектор в Инвизе спалил Нюкса. Охраняют в миде у нас Шадо Финда, значит. Шейкер пришёл со своей фисуринкой. Его, кстати, тут прекрасно все видят. Охранять то, чего нет, это бесценно. Ой-ой-ой, сейчас будет Сид и будет Габелла. Да, будет та самая Габелла. Подходит на сюда брюмастер, но Сэф успевает убежать. Не, Сэф сейчас пойдёт боковой дальше, смотри. Не-нет, ну там смотри сейчас. Я тебе говорю, ты посмотри на этого быка. Не, ну брюмастер зато отошёл, брюмастер подошёл, брюмастер отошёл. Бюмастер не знает подойти ему или отойти. Брюмастер. Брюмастер. Но зато вайпер всё это время фармит. Вот что приятного для команды Минески, то что вайпер у них с начальным бустом в виде феросблада уже имеет полторы тысячи денег. Очень ранняя мека, и с этой очень ранней мекой может вытворять что угодно. Если он сейчас ещё и шестой уровень получит, это запит. Какая ещё ранняя мека? Мидас, естественно. Тут находят сразу же. Опять минус. Не-не-не, там телепорт и тэп-аут сейчас должен делать, если он шарит. А, он шарит. В таком случае просто Рубику, я не знаю, но с телекинеза Рубику тоже нужно начинать, потому что Никс не подходит. Рубик его подкидывает к вайперу. Но так как у вайпера нету стана, то Никс сразу делает тэп-аут. Это самое правильное решение. Блин, не хватало ещё вайперу стана. Да, забей было бы. Просто если бы шейкер там какой-то под... Точнее, не шейкер, а под Рубика, да, какой-то суппорт со станом, а не тренд протектор, то всё, там Никс бы умирал вообще по кулдауну, он бы сейчас ушёл куда-то на другую карту играть. Что его бы отсюда просто изжили. Посмотри вообще у вайпера. 22 на 5. 22 на 8 у темпларки. Перефарм просто тотальный. 8 крипов у СФа в миде. И у СФа в миде 50 хп, да. А темпларка, я уже вижу просто, как она сейчас Сиблейд сейчас хочет за сандали. Да, да, смотри, смотри, смотри. Ага, ага. Сейчас, прикинь, рандомный плюха полетит просто. Сейчас подходит к репочку, пю, и всё. Опа, кайлятина. Кайлятина, это не мясо, что ли? Кайлятина. Кайлятина. Это СФ-пятина какая-нибудь. Что, вышка на ботами уже падает? Пятая минута, и фортификейшн проюзан, дефать нечем. Да беда, как ты говорил. Ну да, да, у РРК тут что-то всё с самого начала не задалось. Меневские вроде по всем фронтам сейчас давят. Так, у нас тут темпларочка ловит подачку, но в рефракшн уходит всё. Я слышал пускать койлы в рефракшн, делал неблагодарное. Немного дэмэдж залетает по темпларке. А там просто шейкер заблокировал своих крипов, они остановились, как только фиссура по ним попала. Так бы они темпларки очень быстро сбили рефракшн. Там было всего два стака, а крипов было там три штуки. Слушай, тут вайпера сейчас не остановится, он может на какой-нибудь минуте девятой вывести радианс просто, пойти всех убить. Ну смотри, темпларка подходит в миддл. Тычка. Шейкер, мне понравилась его реакция, молниеносная реакция от ЕСа. Там ещё сейф ТП и отмена, уже после смерти. Ну, погоди, молниеносная реакция. Скорость кошки, реакция лангуста у ЕСа. Лангуст. Вот как раз, да. Ай-яй-яй. Ну посмотри, на графике уже 3000 переформов. Да лучше на них не смотреть на самом деле. Вроде под Ма себе стоит фармит, вроде у неё крипстат неплохой, но вот этот СФ в миде заставляет грустить оставшихся членов команды. Что ты вам говорю, будет мидд? Рркью. Уже есть мека. А, уже мека готова? Ну норм. Ну вот сейчас будет готова через вот этого крипа. Оп, рецептик. Погоди, рецепт там, кура полная. Шестая минута, чувак, шестая минута. Они могут сейчас идти драться 5 на 5 и вообще ничего нереально сделать. Ну да, тут отбиваться на самом деле нечем, вообще абсолютно нечем. И если Минески это понимают, то они пойдут. Да, Минески это понимают, это типы затроты те ещё. Это одни из главных фаворитов, так сказать. Помнится мне, как одни из главных фаворитов, вчера вроде у меня была игра с участием этих ребят, там просто такое сосалити устраивали. Кому? Они проиграли Arrow и ещё кому-то. Arrow на первом месте, кому они ещё проиграли? Ну вот кому-то ещё они проигрывали, значит. У нас там Viper напал. Сейчас тебе скажу, кто у меня вчера был, где они, где они, где они были. Вот, против Оранжа играю. Ну, а Оранжем тоже, простительно. Что? Ты видел Оранжи этих? Так, смотри, там цепляют Пларочку, Кайлы, Кайлятина. Сейчас ещё будет Кайлятина. Кайлятины нету, нету дальней Кайлятины. Вот она только пошла и кулдаун там просто был на ней. А чё за бычка такая была дикая без рефракшена? Ты там Пларку так бычкой обозвал. Да. Ты смотри, у нас напали на Никса, вот это бычка. Смотрим, просветки нет. Те-е-е-к. Конечно же нету. Блин, Никс в инвиз ушёл, да что ж ты будешь делать? Мы играем против Патмы и Никса, нафига нам с М3? Действительно. Да вот это, опять. Блин, ну, по-хорошему, вот реально, 180 золота на два раза, чтобы цепануть Никса, сделать ему слоутом на 10% и так далее. Просто вот, я не знаю, при том, что ты жутко аннигилируешь, вынесли, снесли вышку, ассисты есть какие-то и так далее. В чём проблема купить? Это слишком просто. Ты ничего не понимаешь вообще в этой доте. Смотри, 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 Брюмастер подходит. Мне нравится этот Брюмастер, который больше времени в миде провёл, чем в сложной. Так, Никс там отбивается от Вайпера. Слушай, Брюмастер, он не умирал. У него 10 крипочков, почти 6, ну и ладно, пятый уровень. Я на самом деле не понимаю, почему до сих пор стоят тир-1 тавура, учитывая то, какая ранее была мека у Вайпера. Это же просто идиотизм, прошу прощения за такие резкие высказывания, но они сейчас могут просто собраться кучи менески, пойти и задавить. Прекрежь темпларку под ливинг армором, меккой и рефракшеном. Я не знаю, что надо, чтобы её убить. Но вот реально, если по-хорошему посмотреть, там надо все косты спустить тупо в темпларку, чтобы... Только что эсэфу такое, облом устроили плотный. Так, подходит Никс. Царапается. Никс хочет убить темпларку. Фиссура, всё в рефракшен. Кстати, есть шанс убить её, если ливинг армора не будет. Шанс есть неплохой, действительно. И вот он, меминам. Но сейчас очень быстро слетит. Темпларка вопрос, успеет убить кого-то или нет. Она пыталась убить эсэфу, почти получилось. Есть файзы с трэпа, но это минус темплар-ассасин. Загуляла темпларка здесь. Не надо так делать, я считаю. Может быть, конечно, и чувствуется уже преимущество, но бежать и драться с пятью героями... То есть преимущество, когда тебе напихивают пять человек, ну, точнее, четыре, полный рот плюх, это типа преимущество называется, да? Ну, преимущество чувствуется. Доминирование, я бы сказал, да? У нас рубик потихонечку уже, шестой уровень сейчас будет. Что в медле? Летает дерево, четвертого уровня. Вот. Ага. Темпларка покупает рецепт на медас. Темпларка, рецепт на медас. А почему нет? Ну, скажи, ну, типа, тебя... Пихуй нет четыре человека. Ты думаешь, вот что-то мне не хватало в том моменте, точно, медаса. Мидас. Дайер's middle tower is under attack. Да, именно так. Тех, просто... Вы просто видели сейчас наше скатанал выражения лиц, вы бы все понимали. Ну, вот по-хорошему. Купи барабаны. Купи Огрклап, там, который ты соберешь в БКБ. Купи... Ну, купи что-нибудь. Ну, не рецепт, на медас. Мидас, надо? Не хочешь немного медаса? Он, походу, видел койку на темпларке, который собрал медас в хреновой ситуации, и вроде единственный что-то делал. И... Чувак, это не... Там другая ситуация была. Там уже пихунили по полной. Нет, подожди. Когда все плохо, у тебя нет выбора. Ты, типа, собираешь какой-то артефакт, с которым ты, если затянешь, можешь что-то подформить и так далее. У тебя все хорошо. Тебе нафиг не нужен этот медас. Собери брейсер. Собери потом из него барабаны. Иди, пуш, вышки, вон со своей командой, которая на топе в полном составе сейчас сражается. Оп, 190. Так, 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 смотри. Поймали эту тварочку. Ой, хорошая стрела от Рубика. И вышечка под ливинармором. Под ливинармором. И Донгсван пытается уйти отсюда. Ла-бла-бла-бла-бла. Такой кричал у нас... Вот смотри, тут пытаются убить вайпера. Дазл отнимает тычкой больше себе, чем вайперу. Ну, погоди, погоди, погоди. Мне очень... Вайпера почему? Этот вайпер! Почему он не пошел и не убил? Я не знаю, почему он не пошел и не убил. Потому что у Трэнта уже есть ливинка армор. У него вот секунды 2-3 назад, да? Там до того, как вайпер... Скажем, через секунду после того, как вайпер бы пошел под вышку, на нем бы висел ливинк армор. У него есть Мека. У него есть Мека и Стихи. Да. И Шейкер 5 уровня. Вот смотри, сейчас нападают на Дазл. Ой-ой-ой, ты посмотри. Сэнк... Затарились-то как. Нормально, нормально. Дазл, кстати, отсюда убежал. Рубик украл в фисуринку. Разбивается здесь вардевичи. А тут ультимейт был? Бремастера, да-да-да. Он напал на Дазла со своего ультимейта. Оп! Что это было? Мидас. Мидас? Да. Амак? Он замедасировал. Крипай ему за это... Его тоже замедасировали, да? Отаплодировали. Отмедасировали. Отмедасировали. А, по-моему, Мидарас в Мидле завелся. Ну, да, ты говорил, что сильные ребята. Не, ну, темпларка тут, конечно, подает жару. Я не знаю, но вот это мания большинства команд. Типа, ууу, там вышку снесли у меня плюс 200, плюс 300. И куда бы их вкинуть бы стрекал? Да, ты смотри, там сейчас дерево будут уничтожать. Импейл, Старшторм, Стрела. Нет, Старшторма пока нету, но и так разобрались. Очень классный ганг от РРК. Вот я уже хочу, чтобы победили РРК. Вот после такого начала вот в Минеске. Не, они здесь не победят, как ни крути, потому что тут вайпер слишком много всего. Иди, вот он, вот он вайпер твой. Что? Проблема в том, что там Никс не знает первое правило паба и полез спасать чувака, который уже, в принципе, уходил. Сейчас, смотри, еще Даззл пришел, говорит Никс, я с тобой, братюнь, в обнимку. Ну, вышка падает. В был случае, кто и не задефает, потом фортификация. Угу, тут вайпер такой продолжает, заливает, заливает, заливает. Хаста-то кончилась. Никс, отличный пейл. Да, это был сарказм, друзья. Да, не гони, видел восхищение в твоих глазах. Что там? Можно пылесосу тоже микрофон. Да, его и без микрофона нормально слышно. Он и так врывается, неплохо, да. Но рупор там свой. Есть такое. Что он приобрел себе? О, темпларка купила себе дайгер. Вот с этого можно было начать. Она его купила и продала. Да. Потому что ты не тот артефакт. Да что, дайгеры нельзя кидать на крипов и получать за это золото? Что за бесполезный артефакт? Продал. Нет, на самом деле, дайгер тут ей уже нафиг не упал, как по мне. Да, БКБ ей тут нужно. Да, да, да. Причем, желательно, вместо Мидаса. Видимо, просто, знаешь, нам покупают дайгер, тут сразу такая плюха от тренера сзади. Типа, первая плюха за Мидас он потерпел, а вот вторая, видимо, была сильнее. За дайгер. Да, мне кажется, на Мидаса его погладили. Не-не-не-не-не. Видишь, как у малешенных-то, типа? А, ну, может быть. Сейчас хотят наброситься на Патму. Пилотагер в другом магазине, там, походу, по дисконту скидки. Да-да-да, так и есть. И убегает. Мидаса, вот, правильно. Че это так? Уп-вуп-вуп-вуп, Никс в инвизе заходит. Темпларка он тут уже не найдет, скорее всего. Хотя нет, темпларка парится. Даже если он найдет, че толку? Ну да, у нее там рефракшн еще фуловый. Да, так что Никсу тут ничего не следит. Ят в уровень, он мало что может предъявить. Ну и затягивается у нас теперь уже игра. Если у нас в прошлом матче было там 100 фрагов, то в этом у нас 8 на 15 минуте. А все почему? Потому что Вайпер терпила. Да, потому что именно Вайпер, на самом деле, главный заводила, здесь должен быть. Но он нифига не заводит. Вот как было 4000 на 6 минуте, так и на 16 минуте 4000. Вайпер вообще не заводит, да? Он такой непривлекательный. Да-да-да, смотри, по тму ловят. А по тму Вайпер, походу, заводит. Ну да-да-да, там без проблем разбираются. Рубику достается фраг. Окрклаб. Пойнт бустер. Походу, агоним. Я тебе точно говорю. У темпларки. Она могет. Ну вот сейчас будет врыв. Правда, тут стоит Центрик. И нужно как-то поактивнее залетать. Побыстрее. Да-да-да, он пытается убежать Вайпер. Фиссуренко отлично достает здесь вайперочка. Правда, висит Ливен Армор. Отличный импейл. Ой-е, какая ворованная фиссура. Сейчас кайлы пойдут. Мека. На развороте. Подняли. Раскистовался сэв. Никс. Никс. Никса отлично подсейвили здесь. Да, и темпларка залетает уже теперь с даггером. У нее очередная фиссура. И Мидас почти помог. Ну и тут у нас продолжает теперь уже Рубик погибать. Под Ливен Армором, правда, теперь. Сейчас запрыгивать будет. Давай. Дэд. Ароу. Почти, почти, почти. Ароу заехала. Фиссурка от Рубика. И, блин, этот Рубик просто решает. Посмотри, что он вытворяет. В погоне сейчас могла бы быть за эсэфом, но эсэф. А я думаю, будет погоня. Смотри, ветряная панда ломанулась. Куда здесь денется эсэф? Кстати, да, сейчас будет торнадо. Я только что смотрел на АОИ. Ни хера не доставал этот циклон до эсэфа. Айсфрог, ты либо перестань меня обманывать, либо сделай так, чтобы... Слушай, Дэд Рубик, он решил подставиться. А будь куда? Под пил. А грейв, грейвы нет. Дерево. Там эсэфчик размансовывает. Ну, бремастера маны нету для того, чтобы дальше продолжать мансить. Так что эсэф выжил. Ну что ж, очень нотбедово подрали сейчас... РРК. Да, вроде бы счет был там 4-4, сейчас там 8-7. Но эсэфчик выжил, эсэф получил огромное количество денег. У него уже есть манта стайл, там почти 200 урона с руки. А у темпларки есть даггер. И мидос. И огарклаб. Решил все-таки БКБ собрать. Ну, видимо, да. Видимо, все-таки третья оплеуха залетела уже. Такая прям с ноги уже. Подзатыльник. Слышишь, что он, типа, врывается, типа, минус один. Фиссурина, бах, кайлы, бах, там, я не знаю, импейл, бах. Твою мать, перчатка, да ты хоть что-то забомнишь. Не работает. Рука вообще никак не помогает. Не, ну, блин. Вот. Ты, короче, может бесконечно бомбить. Ладно, все, уже давай, хватит нам бомбиться с тобой. У нас здесь жук-жук-жук. Десятого уже с копейками уровня. Ждет, когда кто-то придет топ. Формить, отпушивать. Но пока там никого нету. У жука линдета через 35 секунд. Я понимаю, он там собрался прописаться на эти 35 секунд в этом лесу. Так, эсэфа. Не, не получилось. Застанет. Да, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу. Бримастер прыгает. Нападает на дазла. Дазл. Грейв кидать? Не-е-е-е. Слишком просто. Руна хосты. Все по этому ворду будут. Пш-пш-пш. И, во-первых, уже 11 в урне. Тысяча остается до Аганима. Я думаю, в ближайшие полторы минуты он где-то появится. И че? Ничего, можно будет. Много ему мека помогла в этой игре? И вообще команде Менецке. Ну, блин, на самом деле, такая ранняя мека. Можно так реализовать просто. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это все для слабаков. Эти меки твои реализовать. Собирать нужно пораньше, естественно. Просто вот Лос вчера правильно сказал. Если у вас, если вы собираете вот эти артефакты, они вам ничего не дают. Это боевые айтемы. Они не помогают вам фармить толком. Ну, собираешься ты терпеть. Ну, купи ты реально себе мидос там на седьмой минуте на вайпере. И стоящие фарми. Короче, мека, базила, барабаны. Ну, мека, акрила, барабаны. Ты просто захотишь. Иди и просто дерись. Да, да, да. Почти любыми героями. Ты за счет ауры каких-то бустов просто вынесешься хлам. Это все по единичке. Это мало там? Ну, типа, ну, тут мало дает, тут мало дает. Но все вместе это просто жуть полнейшая. Оно действительно очень сильно бафает. И многие команды это понимают. Но, как мы видим, не все. Ивану Баланару в одной базилке хватало, чтобы куролесить. Я напоминаю, что, да, тайминговые снесенные вышки у Ивана Баланара были на 2.30. Если что, первый Тиродин Тауэр падал на 2.30. Смотри, нашли здесь гиену. Ну, ты такой стоите, блин. Не самая лучшая нычка. Да, и Никс, смотри, смотри, смотри. Ну, и что хотел сделать вайпер? Смотри, 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 смотри. Он такой, опа. Ну, ну, я же. Но. Никс с инвизом. Посадили семя. Летает под матом. Там еще один центряк. Там просто миллион центряков. Куда он нафиг убегает? Там вайпер столько наваливает. Погоди, погоди, погоди. Никс тут еще, возможно, даже уйдет или же нет? Никс. Его отравили. Да, его отравили. Ну, да, за... Ух, как его тут все-таки забурстили. Это минус 3 от команды Менески. 21-ая минута. Решили сходить в пятером. Просто решили сходить в пятером. Вот что сделать? Сид, Мека, Панда. Ну, огромный отхил. С воротом. И все. Панде ты, в принципе, мало чего можешь сделать. Она в ульте практически неуязвимая на таких стадиях. Кроме Рубика убивать некого. Ну, реально, по-хорошему. Тут если только вписываться, все в Рубика. А у с Рубика там что? А у с Рубикой уже есть брейсер и поинт-бустер. И вот ты же хрен убьешь. Ты сейчас только п, действительно, уже такой живучий товарищ. Ну и минус очередная вышка. Что там у нас по графикам? По графикам сейчас они, по идее, должны скакнуть вверх немножко. Да, у Вайпера появляется Аганим. И там сейчас будет порядка 7500. Нужно заходить на Рошана, забирать Т2-вышку в миде, Т2-вышку на топе. И идти драться на базу противника. А пока у СФ ничего нет, кроме Монта. Блин, СФ, слышишь? У СФ там много всего. У Монта Стайл уже и 2200 на руках. Ну, СФ он от Темпларки отстает всего на 1000 нетворцев. Учитывая то, что у Темпларки есть Мидас. Мидас! Да, и вышек намного больше забрали ребята из Менески. Они сколько там получается? Уже 4 таура снесли. Не знаю я как-то. Это неспроста вот намек Темпларки. То, что Мидас в игре не может изменить вообще все. Но начальную часть жизни у Темпларки и Мидас сильно изменил. Да, там погиб товарищ Джей раза 3 из-за этого Мидаса. Из-за того, что просто было нечем отбиваться, откидываться, убегаться. Нет, вот многие будут спорить, типа, почему вы так едите Мидас. Потому что, когда ты на 6-й минуте имеешь уже дикое преимущество, вот Мидас по золоту отрабатывается ровно 15 минут, если его кидать в кулдауну. По золоту. Я не говорю про атак спид там и так далее. Именно по золоту. 15 минут. То есть, если ты его собираешь на 7-й минуте, то только на 22-й он окупится. И на 24-й он начнет тебе приносить первую прибыль. Ты можешь закончить нафиг на 24-й игру. Ну, да, действительно, вот с этими меками, барабанами, там, не знаю, Владмиры, еще что угодно. Даже сугубо для, там, лишней ауры этот Владмир собрать. И то польза была бы, конечно. Фиссура, конечно, прикольная такая у Шейкера. А как-то нереалистично смотрится на фоне этой земли. Не знаю, мне классно вообще-то. Вот именно, это какой-то вулкан. Еще когда это просто борозда, типа, землю распахала, это понятно. Но когда это, типа, бах, и вулкан турк. Он же так и называется сейчас, как тебе скажу. Дип магма. Какая разница, сколько он называется. Ну, так, блин, это, типа, что, чувак, ты, мол, правильно угадал. Мы с расчетом на это и делали стилистику этой фиссуры. А? А? Нет. Нет? Или это, наоборот, неправильно? Или надо было, там, цветочки, мох? Нет, кстати, можно сделать такого травянистого ЕСа? Смотришь, такой, типа, бежишь, бежишь, и боли выросло. Буф, тебя застанило просто. Наверное, такие деревья. Так, что там у нас? Саша и Яша у Патмы, или, надеюсь, это все-таки будет Бакабулечка какая-нибудь. Хотя Бакабулечка тут, так вот, с Патма. Так, нашли Патмы. А Патма уже есть? Молниеносная реакция, кстати, вот так вот. Вот так, вот так. Ах, спалили. А я-то думала, что прямо вот так вот отсюда и прямо так. Тюм! Лип. Не, на самом деле, она видела этих пацанов секунды 3 или 4 точно. И Рубик там был чуть ли не последним во всей этой движухе, который телекинезил ее. С его, и отход сейчас происходит. Секунды нет, подходи надо. Блин, причем ведь самое досадное, то, что все равно выиграют Менески, скорее всего. Конечно, выиграют, куда они денутся. Хотя, SF-то Керри хардкорней будет, чем у ребят из Менески. Ну, SF-то сейчас получит ульту с аганимом от Вайпера и мало что может сделать. Ну, по-хорошему. Не, ну, там такое. Что у нас там? БКБшечки есть у кого-то? Нету, 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 нету. Я имею в виду у команды Менески, у Тэмпларки есть БКБ. То есть, по сути, Тэмпларка будет одна жить во время всей этой катавасии с никсами, шейкерами и потмами, и SF-ами. То есть, все остальные будут очень сильно страдать, если начнется вдруг драка на маленькой территории. Сейчас, 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 там какой-то Валера 2-2-8 хочет, бан перманентный получит. Просто 2-8. Не, это кутер. Минус кутер на парочек. Минус кутер. Долго в доте нужно качать топ-чара. Да, да, да. Зависит от игры, из-за кого играешь. Мы видели на 40-й минуте 9-го уровня. Так что можно и долго топ-чара качать. Если прикинуть, то может, ну, часов 12 брать 25-й. Это где-то так. 25-й тк, потом только одеваться. Танжи, Рошаны, Эншенты. Эншенты, да. Так, ну смотри, Дезолятор у Тэмпларки. Тэмпларка, на самом деле, сейчас уже страшная в плане урона, в плане живучести. И SF. Клэп, Мантостайл, БКБ. Может, ты даже не успеет. Тут рутом сбивают и минус SF. 800 в копилку. 719. Че ты тебе Эльдора доставил? А ты косист, ты раскинь еще по всем. Ну, конечно, конечно. Нормально отладался, а? Ага. Лышечку пушит у нас сейчас Патма. Тут уже Дезолятор с Молдатом Плюпа залетит. Брюмастер запрыгивает. Хорошо, нападает на Дазля. А есть чем просветить? Конечно же есть. Да. А ну сейчас. Конечно же есть, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Стой. Вообще, минески играют за... Против Никса и Патмы ни у кого нету Дастов и Синтри. Не, гему Рубика. Все нормально, все нормально. Только что прокликал, просто не заметил, наверное. Все, все. Я тут сам себя только что бомбанул. Не, можно сказать, типа, ну Рубика там быстро убьют, и все. И нету ни просветки, ни Синтри, ни ничего. На самом деле, что носить просветки? Вот фокус в Рубика и все. Да, ну, ладно, если говорить серьезно по поводу игры, то у минески сейчас все очень нормально. Чрезвычайно хорошо. Да, у РРК есть вроде бы неплохой СФ, но преимущество по деньгам. Боюсь просто, что минески уже слишком оверфармд. Если они сейчас допустят пару грубых ошибок при заходе на хайграунд, то есть встрянут под шейкера и там под нюкса, дазла, СФ, то вся эта комбинация нормально сработает, потому что ауешечки очень много у РРФ. То есть шанс у дайеров затянуть игру, да, выйти в какие-то лейтовые артефакты, и там уже пободаться, потому что СФ может пободаться. Ну, трудно. Очень трудно. Я не знаю, как тут должны камни лечь и звезды встать, чтобы все это произошло. Потому что сейчас потеряют еще одну вышку. Есть уже аегис. Темпларку надо убивать два раза. У него 18 уровень. И как-то тут не вырисовывается ситуация, когда все прям как надо ляжет. Тем более у Брюмастера уже появился аганим. Да, Брюмастер с аганимом достаточно силен. Ну что, очередная попытка забрать вышку. Только второй тавер на очереди, да, это у команды РР. И подходит Брюмастер, что будут сражаться за эту вышку. На второй тавер был также телепорт от Тренд Протектора. Ливен Армор, но он очень быстро слетает. И да, телепорты, телепорты, телепорты. Глиф, Вайпер заходит. Сразу же ульт в СФ. СФ джукит. Шейкер очень сильно ошибается. Под ма, заултил. Подожди, пока все нормально. Погоди, где там гем бежит? Гем, вот он подходит. Будет ли рут от дерева? Пока нет. Подкоп. Дерево. Отличный рут по троим. Тут же поднимают. Сейчас Телекинезом должно уронить на СФ. А СФ БКБ раскастовался. Кстати, у тебя отсюда Вайпер. Ну, Вайпер вроде бы живет. А где стрела? Где все вообще? Боже, как эти РР дерутся? Я в принципе не понимаю. Вот она пошла стрела. Не точная. Да, мимо. Все мимо на самом деле. Даззл на девятом левеле без ульты до сих пор. Учитывая то, что вроде бы под СФ должны подраться. Но тем не менее, как-то РРы воюют. Они убивают Тронта. Они почти убили только что Вайпера. Все-таки забирают товарища Вайпера. Минус 2. Минус Тауэр. Брюмастер бесполезный. Убегает. Видишь, что там на топе падают бараки? Да. Ну, погоди. Бараки. Какие бараки? Милишные? Конечно, милишные. Какие еще? Вот темпларка прожимает БКБ и идет драться с СФ. Она его не убьет. Здесь уже Даззл сгрейбом. Погоди, погоди, погоди. Сейчас все будет. Оп. Минус АЕ. Что же ты будешь делать-то? Ну вот Даззл наконец-то получил 11 уровень. Сразу появляется 2 ульта. Темпларка успевает уйти с блинка. Пытались по таймингу как-то щелкнуть. Но может быть просто стоило занять позиции на отход темпларки, чтобы там ее попытаться щелкнуть? Может просто стоило темпларке со своей командой на ботами подраться и всех убить? Это раз. А два? Это раз, это не то слово. Он другое слово. Ну он это раз, скажем так. Команда в принципе так должна думать. Да, я думаю, что ему все сказали, что это раз. Ну что же, темпларочка-то. Да, темпларка только что знатно подставила своих ребят. Дрались они в меньшинстве. В результате опять же получают небольшой буст по деньгам на Shadowfin. Темпларка очень сильно уже обгоняет на 4,5 тысячи по деньгам. Это реально дофига. Это просто вот там дезолятор, допустим. В инвентаре у него лежит халявный. И кираса к нему залетает. Ой-ой-ой. Просто в минус армор. Жесткий минус армор. Против Даззла эта тактика не слишком мне очень сильно нравится. Потому что Даззл кинет на своих вив. И вся вот эта вот ее супер минус арморная фигня, она конет в лету. Попасть в файте типа на вив. То есть можно переждать, ворваться в ниню или когда еще не настакается. И тогда все равно это все будет работать. Ну получается в сумме тут сколько у нас? 15 и минус 5. Да, минус 20 брони дает темпларка по цели, которую она атакует. Да, минус 5 по всем. Ну минус 5 по всем это все моментально как бы Даззлом нивелируется. Потому что скорость там 1 в секунду. Ну что 5 секунд? 1 в секунду, 5 секунд. Да, но максимально он настакивает 24. То есть в одну секунду будет 24 армора. Все остальное в принципе она снимает до нуля. Ну это понятно. Тут у нас что? Тут у нас вышечка начинает падать. Вайпер очередной подлет. Ой, вивер. Никс, Никс потрясающе играет. Запрыгнул, клэкнул, пошло. СФ, прожимает БКБ. Минус 5. Да Никс тут понятно, что минус. СФ тоже пытается раздуться. Ой-ой-ой, какая фиссурина от Рубика. Отрезал просто СФ. А СФ приходится идти на лоу граунд. Ну отсюда куда он нафиг уйдет? Там вообще стемпларка ему из-под Мелда шварки. Ну трэпа же есть, лоу. Ща, 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 он в инвизии. СФ, там стики, боттл. Нет, нет. Не-е-е. Ничего не менял на самом деле. Блин, ты говоришь в инвизии, но ты же знаешь, что он бежит вниз. Ты в любом случае можешь засловить. Куда он там денется с подводной лодки? Ставь на середину мувспида и типа куда? Ну вот и смотри. И вроде бы первый файт с темпларкой и все. Так блин, конечно все. Там не хватало именно этого дэмэджа. Пары-тройки тычек. Она с двух тычек убивает почти любого героя. Там файт шел, я не знаю, наверное, минуту с лишним. У нее есть БКБ. Было 9-секундное. Она бы развалила всех абсолютно УСФ. И есть байбэк. Может попробовать. Очень много ушло сейчас в рефракшн темпларке. Под мали, по аут. И темпларка разбивает. Рейнджовый барак. Друзья. Перепутывал, походу. Походу, да. А что отходит-то? 30 секунд нет УСФ. Там Рубик с реквиемом, если что. Неплохо. Так, погоди. Атаку может сделать. Душ нет. Ну, 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 сейчас посмотрим же как раз на реквием. Не, интересно. Я часто задаюсь такими вопросами. Типа, работает, не работает. Давай, Рубик. Ну, город руки, если хотя бы просто так. Ну, и линию забрали. Причем вообще без боя. Естественно, без боя. Потому что Шадуфинда здесь нет. Ну, сейчас спокойно можно свапаться на другую линию и сносить ее. Даже есть сейчас ССФ. Пока он не набил атаки, не набил душ. Не особо он грозная цель. Даже если раскастуется. Какой-то минус атака на некоторое время. И потом все. А тут че цепануть-то. Смотрите, темпларка подходит потихонечку. ССФу сейчас дойдут в спину. АСФ тут... Так, темпларочка. Видит темпларочку. ССФ. Типс сделать тэп-аут. Тэп-аут он сделает. А вот никс, никс, никс. Никс, никс, никс убежал. Потому что Рубик там бегает типа девардит. Без вардов, но девардит. Что, решили по ботам уйти? Почему бы нет? Фланговые линии все-таки поприятнее сносить. Их эдэфить посложнее немного. Ну и дабл дэмэдж. Как раз таки для... Я так понимаю, темпларки. Да, у Рубика Аганим появляется. Интересно, для каких целей? Ну, шейхер? Нет, в теории тут шейхер, дазл, да-да-да. Больше ничего. А дальше? Что у дазлова украсть ульт, в принципе, задача сложноватая. Он обычно кинул ульт, там всякие хилочки, яды, да. А что... Ну, у шейхера чуть вроде попроще. У него там анимация есть. Ульты. Ну, в смысле не ульты, а следующих кастов. Чтобы... Можно было украсть. Это поудобнее. Каспир тоже никса подрубил. Да, сейчас я буду анигилировать. Крылышки. Извинь, где ты? Тэп аут. Еще тэп аут. Еще тэп аут. И так. И так. И вот так. Да, у шейкера появляется даггер. 34-я минута, немного запоздала, но 11-й левел есть, даггер есть. Так что все нормально. У шейкера он еще может что-то поменять. Проблема в том, что там БКБ у Вайпера и БКБ у Темпларки. Если бы как-то подловить их до прожатия, было бы просто супер. Но вот обычно Вайпер и Темпларка ждут до тех пор, пока СФ не начнет раскастовываться. Может быть, на этом как-то подловить? Слушай, я не знаю, что вообще ждут сейчас Минески. Вот если честно, 40-ая минута игры, у них 15 тысяч преимущества по золоту, 75 тысяч по экспе. Перефарм по айтемам просто неимоверный. 4600 на руках у Темпларки. Она сейчас может купить какой-то доедалус, я не знаю, кристалли себе и... Да она сейчас может себе, я не знаю, Никса в команду перекупить. Нет, она бутерфляй покупает и почти уже хватает. В принципе, тыченку осталось. Сейчас она ее доформит. Гем появляется у Дазла. Да, у команды РРК, и Патму здесь видели... Дальше что у нас? Кто тут? Темпларка, да? Темпларки Вижена, естественно, нет. И ее сейчас палят. Да. Стрела должна быть сейчас. О, давай. Не-не-не-не. Оп! А? А что сделано? Оп! Оп-оп-оп-оп! Ганг какой-то мощный, а? Это на самом деле... Одна была здесь. Просто одна. У нее был рефракшн и ливинг армор. Они бы запарились ее... Пять человек бы било! Она бы запарилась в таверне потом сидеть, они бы ее бить запарились. О мой бог. Ну, нервничает, ребята, сразу видно. Вот просто нервничает. Потому что вот в такой стандартной ситуации так неумело действовать, это не тот уровень, который ожидают от команд на квалах, на интернешнл. Это раз. Это раз, да. Это раз, да. Есть такое имя. Что тут у нас? О, к нам пришел Виталий Волочай. Как у вас там матчи? У нас тоже великолепные. Минески разваливают RRQ. Ну, как там? Было 12 минут. 12? У нас должна была быть 12 минут игра. Ну, понимаешь, у нас Viper собрал Мекку на 6-й или 6-й? На 6-й минуте. И... И использовал ее на 20-й. Это все-таки мягко. Там у Zephyrov соло сложное Рубик вынес Аганим. Ну, у нас тоже тут Рубик есть с Аганимом. Слышишь, давай по-другому. При том, что... У Zephyrov появился пенант в магазине. Вот! У меня горит, просто я горит. У меня сильно горит. Давайте, может, мой пенант добавим там в Starlander. Или мой, или нельзя. На Фуриона. Пенант в GoodHunter на Фуриона. Ну, типа того. Я, кстати, чаще выигрываю, чем в Zephyrov, если что. Даже ММР. Ну и что, будет заход или нет? Ну, уже... Уже Егис есть. Есть Баттерфляй. Я не знаю. Смотри, 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 заходит. Так. Подкопали Манедор. Так. Шейкер врывается. Не по таймингу. Залетает Брюмастер. Да, шейкер плюхнул, да? С двух тысячек без критов даже. Ща, 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 ща. У Шейкера... А, у Шейкера нету байбека, так что это ГГ. Шейкера нет прокаста. Не прокаст у него как раз был. Ну и все. А вот смысл было утянуть, я не понимаю. Пошел плюс армура Дазла. Вайпер, раскастовался. И ССФ. ССФ, я так понимаю... Ну нет, еще БКБ не прожато. Ну там, я не понимаю, почему до сих пор строение не бьют ребята из Минески. Да, не бьют. А вот все, все, все. Наконец-то они переключились на бараке. Пошел у нас дилип фортификации. Никс... Никс такой, в любой непонятной ситуации делай ТПА. Минус еще одна сторона. Через пять секунд появляется Шейкер. Но знает, что без хорошего врыва ЕСа подраться не получится. А так как ЕС в прошлый раз зашел в драку пешком... Не, он типа ворвался на темпларку. Хотел ее там законтролить. Но не тут-то было. У темпларки нечаянно оказалось БКБ. Шестисекунда я уже. Не, он такой, знаешь... В темпларку-то реально раскастовались полностью там... Смотри, смотри, смотри. Ну вот же, стоят. Ну где ты? А, он в вайпера попал фиссурой. Поздравляю, Шейкер. И у него сбился даггер. О, мой бог. Нет Баттера еще? Нет Баттера УСФа, но у него в случае есть Талисманов Эвейджен. И Баттер сейчас появится. Если он хотя бы одного Крипика убьет, то все будет хорошо. Правда, у двух сторон нет УСФа, это... Проблема небольшая. Ну да. И вышки по центру уже так же нет. И фортификацион нет. И, судя по всему, сейчас с миличного барака не будет. Смотри, у нас Шейкера. Шейкер. БКБ. Сейчас, сейчас, стой, 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 пацаны, я воруюсь, стой, 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 еще немного. Сейчас, вот, чуть-чуть. Вот, 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 почти, почти. А, гдыщ в Рубика. Минус Рубик, Шейкер в таверне. Это минус все. Это good game, well played. Ну и... Ну подожди еще, на самом деле отбились. Мега крипов не будет. Ланая уроняют. Ланая сейчас встанет. Ланая нет БКБ, поэтому я думаю, ее сметут. Сэф тут раскастовался прям под нее пол-хп сбрила. Пытается еще набрить Сэф, Сэф и набревает. Но тут же-то верно. Байбэк. Жив еще Брюмастер. Брюмастер будет сражаться с подмой дазлом. Ланая уже здесь. С травелами заходит. Ну она просто сносит бараки, да. Это мега крипы. И, в принципе, тут уже все решено, да. Все решено. Мама. Ладно. Веселая песня. Гэ, гэ. Вот так вот. Что можно сказать по поводу этого матча? Менески очень много тормозили. РРК. Даже если бы не тормозили, все равно ничего толком сделать не смогли. Я не знаю. Сэфу надо было 12 лотов, чтобы перевернуть. Ну да. Что-то типа того. И Шекер нужен был нормальный в команду. И Никс, который бы не фидел. Потому что у Никса там смертей штук 30, наверное. Где вот Никс? У Никса 2-6. Патма 2-6. Шекер 0-6. Дазл 0-4. Все. Собственно, вот вам комбинация суппортов. Теперь мы с Каспором нашли виноватых. Да, да, да. Вычислили. Продано. А мы с вами уходим на перерыв. После которого у нас будет последняя игра сегодняшнего дня основного этапа. Да, то есть у нас, возможно, будут еще сегодня переигровки. Мид Траст против РРК начнут играть совсем-совсем скоро. Далеко не разбегайтесь. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota.